Здравствуйте, дорогие друзья. Это вторая часть ответа на часто задаваемые вопросы. Следующий вопрос, который мы обсудим, это вопрос, правда ли, что у вас есть какие-то сверхъестественные способности. И вопрос тут в том, что именно следует считать сверхъестественным. Использование человеческой энергии для излечения заболеваний – вещь очень древняя. Утверждение, что это ненаучно, является ложью. Такие феномены прекрасно могут изучаться при соблюдении некоторых условий. Например, приучивать с того факта, что люди все разные и все имеют разные способности. И СССР, и американцы потратили много усилий на изучение этих феноменов и нашли много интересного. Так что в этом смысле наши способности очевидно естественные. Так что, кто угодно может это делать? Ну, собственно, нет. Потому что у всех людей способности разной силы и разного уровня. Например, каждый ли может делать то, что делал Леонардо да Винчи? Каждый ли может расколоть нас проголосом стакан, как это делал Шаляпин? Вы скажете, о, а это таланты, гении. Вот так и в целительстве. Есть люди, у которых есть талант. Этот талант необходимо развивать и оттачивать. Это работа всей жизни для таких людей, если они действительно хотят получать результат. Это работа, требующая сурового и постоянного самоограничения. И этот талант всегда уникален. Нет двух целителей, у которых будут одинаковые методы и одинаковые результаты. Ну и завершая ответ. Любой талант от Бога. Чем больше талант, тем ближе к Богу состоит талантливый человек. Это к вопросу о сверхъестественности. Следующий вопрос, который задают, это что такое дистанционное лечение? Как это работает? Здесь я просто расскажу, что это. Многие системы целительства включают в себя методы лечения на расстоянии. В общем, на самом деле, толком никто не понимает, как и почему это работает, но это работает при соблюдении некоторых условий. Среди этих условий есть два главных. Человек, занимающийся этим, должен обладать соответствующими способностями и должна быть возможность для целителя войти в ментальный контакт с больными. Наиболее распространенные методы создания контакта – это телефон, видео, может быть, личное знакомство, всякие другие способы. То есть все, что поможет целителю, так сказать, соединиться с больным, это все может работать. Целитель при этом входит в некий контакт с больным. Это такое ощущение внутреннее. Делает что-то, и через короткое время у больного наступает облегчение в состоянии. Дистанционное целительство имеет свои ограничения, но есть проблемы, которые опытный и талантливый целитель может неплохо решать таким способом. К сожалению, на сегодняшний день есть много людей, которые говорят, что они могут это делать, а результаты не наступают. Это может происходить по разным причинам, в том числе и потому, что этот человек не имеет нужных способностей, хотя и говорит, что имеет. Это дискредитирует тех, кто достигает реальных результатов. Могут быть и другие причины, почему удаленное целительство не срабатывает. Например, проблема вообще требует другого подхода. Именно поэтому за него не берут денег. Собственно, именно потому, что невозможно ничего обещать, невозможно ничего контролировать. Как именно и почему это работает? И в СССР, и в США много лет шли исследования на эту тему, и были даже весьма интересные результаты, но, похоже, никто толком не понял, что происходит в этих случаях на физическом уровне. Это просто еще одно напоминание нам о том, что мир очень сложен, гораздо сложнее, чем это пытаются представить некоторые идеологи и популяризаторы примитивных подходов к познанию. И мы, люди, живущие в этом мире, тоже гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. И в нас, и вокруг нас есть много непознанного, которым, тем не менее, можно и нужно пользоваться для решения проблем, и в частности, для исправления здоровья. Следующий вопрос. Почему современная конвенциональная медицина не может лечить аутизм? Ну, тут, на самом деле, наверное, есть много аспектов, но я упомяну один, в общем. Рассказывая о целительстве, я сильно упростила некоторые аспекты, полностью оставила за скобками все, что относится к душе. А ведь люди, они не биороботы. Ну, или не в том смысле, в каком это видится, опять же, современным научным популяризатором. Нажал на кнопку, включил, нажал на другую, выключил. Дал таблетку, оно заработало, что-то, возможно, и заработало, а что-то, возможно, и сломалось. Некоторые таблетки дают очень интересные побочные эффекты. Например, конкретный симптом может быть подавлен, а может и не быть. А при этом выздоровел ли человек, или появился какой-то другой симптом, который может еще оказаться и хуже, чем предыдущий. Собственно, непонятно, когда таблетка действует, она может наносить как вред, так и пользу. И даже, казалось бы, антибиотики, которые столько лет используются, и чья огромная роль в спасении от инфекции неоспорима, дают побочные эффекты, иногда тяжелые и необратимые. Наше физическое состояние зависит от движения нашей души. Все то, что относится к высшей нервной деятельности, относится к зримым проявлениям того, во что популяризаторы науки, а и же с ними борцы с религиями всех мастей, не верят, к деятельности нашей божественной души. Да, божественную душу нельзя потрогать руками, по крайней мере, это не очевидно, как это сделать. Но каждый из нас чувствует эту душу в себе и в другом человеке при каждом контакте. Собственно, когда человек получает диагноз аутизм. В первую очередь тогда, когда другие люди не могут войти в контакт с его душой. Это может называться по-разному. Отсутствие глазного контакта, отсутствие контакта с другими детьми, родителями, специалистами, с кем угодно. Но это именно отсутствие контакта. Душа взрослого хочет войти в контакт с этим ребенком. Все сигналы посланы, а ответ не получен. У ребенка с такой проблемой просто не заработал тот интерфейс, который позволяет создать этот контакт между двумя душами. И взрослый сразу понимает, когда вдруг этот контакт начинает устанавливаться. Божественная душа не лечится таблетками. Она исцеляется только самим Всевышним. И происходит это через другие божественные души. Это конец второй части. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова